Страна ФМ и Спорт-Экспресс представляют Стране о спорте Лайф Ну, у нас тут теперь все по-взрослому Гость появился в нашей студии Это Сергей Егоров, заместитель шеф-редактор отдела футбола Издательского дома Спорт-Экспресс Доброе утро Нигде не ошиблись, все правильно сказали? Да, все правильно Доброе утро, Сергей, спасибо, что пришли, мы ждали Ну что, к футболу сразу приступим? Давайте сразу к футболу В минувшие выходные был очередной тур, да? У нас, это же правда, я не ошибаюсь, премьер лиги Да, и не могу сказать, что он был жесточайшим и суперинтригующим Но так получается, что у нас сейчас во всей леге довольно много легионеров И когда люди разъезжаются на матчи сборным Довольно далеко лететь И, соответственно, туры перед матчами сборным и после Получается, я не могу сказать, что суперинтригующий А проходит, знаете, как у нас сейчас, так говорят, тренер в рабочем режиме Я, к сожалению, несмотря на то, что совсем прям вяленько было Нет, все нормально, но не было, скажем, огня Было круто, но не было вот такого, чтобы совсем огонь-огонь Какой-то скандал, что такой гол через себя В свои ворота Да, но зато, зато, я думаю, что Спартак Хотя Зенит будет возражать, как самая популярная команда У нас впервые, не могу сказать, что за длительное время Но выиграл у Рубина, чуть подтянулся к лидерам И считается, что Спартак преодолел свой кризис Как один из показателей того, что это случилось, кризис преодолен Вот если вы, например, так являетесь спартаковским болельщиком Наверное, согласитесь со мной Я обращаюсь к аудиторию То, что после этой победы над доказанием Появилось фото, ну, можно говорить, селфи из раздевалки Где футболисты вместе стоят, обнявшись Это признак выздоровления Спартака Признак того, что чемпионский Спартак прошлогодний вернулся Но у них же был долгий кризис, да? Неудачный заход в чемпионаты и так далее Неудачный старт, да Вот 9 туров у нас прошло И, в общем, они довольно далеко сейчас от лидирующего Зенита Там 9 очков разницы И, в общем, разговор такой, что Зенит уже чемпион Зенит от этого всячески говорит Нет, нет, мы еще не чемпионы, потому что расслабляться рано Но это действительно такие есть А Спартак выиграл И это, на мой взгляд, здорово для чемпионата Потому что интрига может вернуться А вот, кстати, если конкретнее поговорить об этом Ну, понятно, что Спартак сейчас как воодушевлен всем тем, что происходит Да, и слава богу, опять же, для болельщиков Спартака И не только, наверное А Зенит все-таки имеет сейчас после всего того, что происходит После всех изменений Ну, как-то вести себя спокойно совершенно Может быть, не показывать внешне, но внутри Главная новость, я забыл Я знаю про Спартак Дело в том, что по нашей информации вот-вот горжусь Мы сообщили об этом первыми О том, что Спартак предложил трехлетний контракт своему капитану Денису Глушаку Это была довольно долгая история Контракт не предлагали Вели такие переговоры Это считалось одним из признаков того, что Денис играет не так, как в прошлом сезоне И Спартак играет не так, как в прошлом сезоне Но вот трехлетний контракт предложен И, вероятно, на этой неделе он подпишет для всей спартаковской аудитории Это прям вау-вау А насколько это может поменять расстановку сил? Ну, так вот, серьезно Это может привести к тому, что, ну, Спартак основательно так включится в чемпионскую гонку Признак того, что все невзгоды старта, которые там у них были Там разные есть версии того, что обстановка в коллективе ухудшилась О том, что Массимо Каррера, главный тренер команды, как-то не так себя ведет И даже не поделился миллионом евро премиальных с помощниками за победу в чемпионате Хотя Массимо сказал на днях о том, что он поделился, все окей Возникает вопрос, заплатил ли он с этого миллиона евро налоги, да? Но, действительно, то, что вот эти все истории произошли Самое главное из которых, что Глушаков подпишет контракт Это круто для спартаковской аудитории Ну, собственно, у нас 20 секунд буквально Спартаковские болельщики могут хотя бы так на капелюшечку вздохнуть с облегчением? Да, безусловно, я уверен, что, знаете, как говорят, жизнь налаживается, все будет хорошо Друзья, Сергей Егоров у нас в гостях У нас сейчас небольшой перерыв, и скоро мы к вам обязательно вернемся Не забывайте, что вы можете задавать свои вопросы Кстати, да, можете задавать группу ВКонтакте Вот за вайбер плюс 7909-928-189-9 пишите Итак, друзья, продолжается у нас спортивная наша рубрика Стране о спорте в гостях у нас заместитель шеф-редактора отдела футбола Спортэкспресс Сергей Егоров, еще раз доброе утро Доброе утро, Илья Шарс Знаете, мы поговорили с вами про Спартак, а Никита Некрасов, наш ведущий, активный болельщик Зенита, и он нам просто не простит Ты не хочешь его обижать Ну, собственно, мы этом закончили, Сергей, да? Что, значит, спартакские болельщики имеют полное основание слегка вздохнуть свободно совершенно Ну, не просто чуть-чуть свободнее, чем было до этого Соответственно, зенитские болельщики начали напрягаться потихонечку или как? Я думаю, что начали напрягаться, но дело совершенно не в Спартаке, потому что разница со Спартаком составляет 9 очков Ну, это много объективно Это даже учитывая то, что всего 9 туров прошло, это все равно много Спартак затормозил очень сильно на старте, зенит здорово начал Проблемы, которые возникли сейчас, ну, я не думаю, что они критичны Потому что они, зенитовцы, перед паузой на сборной сыграли 0-0 с Ростовом И сейчас они не смогли обыграть московское Динамо Две команды непростые, я не думаю, что сейчас можно говорить о каком-то суперкризисе зенита Ну, не забили две игры подряд, но ведь, собственно, и не пропустили Поэтому, мне кажется, что история того, что у зенита появились какие-то серьезные проблемы, она надумана Все там будет нормально, потому что есть два состава Это отличает его от Спартака Можно говорить о том, что там перебор футболистов Можно говорить, что есть два состава, которые спокойно будут играть и в Лиге Европы, и в чемпионате А много там игроков серьезных, которые сидят на скамейке, просто не играют Что произошло, давайте чуть-чуть, что произошло этим летом Зенит два года подряд не попадал в Лигу чемпионов У них есть определенный люфт по финансам Потому что они продали за... Питерцы продали за последние два... За последние два года трех суперфутболистов Выручив за них огромные деньги Два их продали в Китае Халк Вицель Выручив за них около 80-90 миллионов евро Это огромные деньги И они де-факто отбили то, что они их вложили Помните, было несколько лет назад Ну, взрыв, с чем бы его сравнить Ну, это вышло далеко за пределы, собственно, футбольного пространства Когда они купили двух футболистов Разные оценки есть Халка и Вицеля в Португалии Бразильца и бельгийца За сумму около 100 миллионов евро И это был колоссальный взрыв Тогда еще доллара и евро не стоили Это до декабря 2014-го было еще несколько лет Они потратили огромные деньги И это реально было, ну, на всех телеканалах Все это обсуждали Сейчас они эти деньги вернули Как говорят в футбольном языком Отбили И вложили в, скажем так В новую партию иностранцев Купили пять аргентинцев Очень высокого, на мой взгляд, уровня И, собственно, они строят новую команду Зенитовцы, да Проблемы, которые есть на старте Ну, они очевидны Если вы собираете новую команду Они взяли нескольких россиян Из других клубов Когда вы строите новую команду Вам главное на старте, очевидно Это набирать очки и не проваливаться Что с Зенитами происходит Ситуация, когда они лидируют Да, в нескольких очках от них Краснодар и Локомотив Но совершенно не критично Я не думаю, что Зениту нужно там И болельщикам нужно переживать Все окей Слушайте, ну мы говорим о том, что Ну, понятно, сейчас вот Зенит на первом месте Да, и как бы многие считают, что так оно и будет Да, в финале До конца чемпионата А кто еще прям вот вплотную? Я бы обратил внимание на... Ну, все равно на Спартак Потому что на 9 очков, которые есть разница Все равно нормально они подтянутся Спартак выздоравливает, это очевидно Очень интересная история с двумя командами Это Локомотив, которым уже полтора года вернулся Работает Юрий Семин И для аудитории, которая интересуется футболом Это... Чем бы это сравнить? Как Иосиф Кобзон в очередной раз вернулся на сцену Да, вот так, если говорить о том, музыкальной радиостанции Поздравляю, кстати, с юбилеем Нашего легендарного исполнителя А мы думали, нас годовщина Я все поздравления принимаю Вот это составляющая про Локомотив А вторая очень интересная история с Краснодаром Сергей, давайте вот про Краснодар интересную историю Мы оставим на попозже чуть-чуть Друзья, мы к вам скоро вернемся Сергей Егоров у нас в гостях Стране о спорте Лайф Ты все пела, это дело, так пойди же попляши Вот у нас в студии сейчас находится Заместитель, шеф-редактор отдела футбола Спорт-экспресс Сергей Егоров У всех слушателей и зрителей есть возможность Задать ему все вопросы, которые интересуют Связанные с футболом И чего-то зрителям нутся Да, группа ВКонтакте У нас работает его ватсап и вайбер Плюс 7909-928-189-9 Не пойди же попляши, пойди же поиграй Наверное, так будет логично Ну, может быть, пойди же поиграем Сергей, мы закончили на Краснодаре Вот о нем не успели рассказать Да, важная история Нам, может быть, Краснодар тоже будет Пытаться и обязательно поборется за медали Я не скажу, что от чемпионства Потому что есть важный фактор Нехороший в целом для российского футбола Но, если говорить цинично Это может помочь Краснодару побороться за медали Я говорю о том, что они вылетели из Диги Европы Это был, конечно, позор Проиграть сербской царвейной звезды Но вот так случилось Они пережили эту ситуацию Теперь, если вдуматься Зенит, Спартак, Локомотив Будут играть и ЦСКА Будут играть три матча в неделю Краснодар будет играть две игры Ну, от субботы до субботы То есть сейчас, как и это есть У ЦСКА, у Спартака В середине недели у Краснодара нет матчей И это просто экономит силы Это плохо для стадиона Потому что там очень крутой стадион Так его называют, колизеем Похож Но это хорошо в целом для футболистов Потому что, как считается Они будут тратить меньше сил А не получается, что это палка о двух концах? С одной стороны, больше времени Больше времени на то, чтобы отдохнуть Да, полноценно А с другой стороны А есть опыт, я понимаю Ты расслабляешься, да? И просто уходит у тебя запал А есть опыт Вот Спартак стал чемпионом в прошлом году Ну, в этом, поскольку у нас система очень весна Вылетев тоже с позором От экипского клуба Но, соответственно, меньше Меньше игр Больше сил Это было плюсом команды Меньше стресса Слушайте, а можно я задам вопрос про хакеров? Оказывается, российские хакеры Самые знаменитые хакеры в мире Вот тут футбольная ассоциация Англии Обасается атаки российских хакеров Даже обратилась в FIFA, чтобы их защитили Говорят всем болельщикам Не выходите в Wi-Fi А то украдут ваши личные данные Данные тренеров В России, в смысле, не выходите Да, да, да Бойтесь российских хакеров Как можно вообще прокомментировать, что это такое? Кого они боятся? Ну, это интересная ситуация Каждый раз, когда наш футбол Так или иначе сталкивается с англичанами Оттуда все время идет Такие опасения Что у нас все нехорошо Но достаточно вспомнить В прошлом году, когда в Россию приезжал Манчестер Юнайт И ты играл с Ростовом Это было в этом году Точно в этом евросезоне Манчестер Юнайтед специально для своих болельщиков Которые летят в Ростов Выпустил памятку Что им можно делать Чего нельзя Значит, не ходить сюда Ходить только группами Значит, не на цветах ходить Манчестер Юнайтед В итоге все получилось просто Супер По-моему, модель Виктория Лопырева Которая является послом России Чемпионата мира 2018 Нас провела Ну и ростовчанка И так же Провела экскурсию Для болельщиков МЮ Поводила их по Ростову Болельщикам Манчестер Юнайтед Чтобы они не замерзли В Ростове было Ну для них холодно Выдали специальные пледы На трибунах Я думаю, что Русские болельщики Были бы счастливы Если бы мы тоже Выдавали специальные пледы А болельщики других команд Были бы счастливы Если бы Виктория Лопырева Проводила для них экскурсию Но только для англичан Поэтому все было нормально Если Если это самое страшное Что может подстерегать Английских болельщиков В России То, что не включать Wi-Fi То я думаю, что они Не испугаются Да, они этого не испугаются Слушайте, а потом мне кажется Все-таки английские болельщики Не те болельщики Которым надо объяснять Что и как Как болеть вообще Мы сами их боимся Честно говоря Английских болельщиков Нет, нет В прошлый раз все было хорошо Никаких стычек не было Никаких стычек не было Но всем памятная история Евро-2016 Когда Перед Матчем Россия-Англия Были Огромные Огромные стычки Это был гигантский скандал Не знаю Есть ли повод Для гордости За то, что Наши болельщики В этом бою Не уступили Но Это действительно Огроменный скандал Был на всю Европу И теперь, конечно У англичан Есть опасения А перед Ну давайте Забудем Как страшный сон Давно прошедший Сергей Егоров У нас в гостях Скоро продолжим Говорить про футбол Друзья, будьте здесь Итак, друзья Это телерадиоканал Страна ФМ В студии Влад Кутузов Валерия Майорова И в гостях у нас Заместитель шеф Редактора отдела футбола Футбол-издательского дома Спорт-экспресс Сергей Егоров Еще раз доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну что, наверное, к Лиге Чемпионов Да, потихонечку будем Да, к Лиге Чемпионов Сегодня же игра Да, сегодня крутой день Для всех российских болельщиков Потому что у нас Две команды в Лиге Чемпионов Стартуют Крутой матч Играет ЦСКА и Бенфик Играет в Лиссабоне И по-разному можно посмотреть Мы вышли с шапкой Сегодня Вспомнить Лиссабон 2005 Забыть Морибор 2009 Поясню Потому что Морибор 2009 Это наша боль Русского футбола Историю 2009 года Когда мы в стыках Не прошли Словению И у нас была суперкоманда Лучшая команда Возможно за всю нашу историю Можете себе представить Андрей Аршавин Так и не сыграл На Чемпионате мира Но я думаю Что все понимают Кто такой Аршавин Это гениальный русский игрок Лучший наверное За новейшую историю Русского футбола Но вот Не получилось Не вышел Мы Дома обыграли Словенцев 2-1 А там В Мориборе Произошла Произошла трагедия Ну то есть Мы были счастливы Вся аудитория Российского футбола Что нам в стыках Попалась Словения Но так получилось Дома мы пропустили Обидный гол А в гостях Мы ничего не смогли сделать И это было Ну прям до слез До слез Очень жалко Потому что Это же команда Годом ранее В 2008 Я думаю Все помнят Толпу людей На Тверской Это не был день города И Чего-то Чего-то торжественного Да Это просто люди По велению сердца В ночи вышли После победы На Голландии Я кстати это помню Я помню Ну вот будем надеяться Что через год У нас будут Такие же поводы Для гордости Я кстати Отойду от темы Если вы Не Ну понятно Что Всключи В множестве Своем видели Зарядье Да Я Собираетесь Туда пойти А в эти выходные Ну презентовали В очередной раз Туршники Там был президент Там был мэр города Но это совершенно Потрясающий стал стадион Ранее он был Неудобен Ну потому что Поле далеко От трибуны И тяжело было смотреть Особенно когда мало Народу То это было Ну нетущее впечатление Сейчас поле близко Это прям как в Англии Ну реально супер стадион За короткое время За меньшие деньги Чем это Стадион в Санкт-Петербурге Реконструкция Больше трудно Представить деньги Мне кажется Совсем вообще нереально Ну множество историй Просто Один в Санкт-Петербурге Можно сказать Ну действительно Я рекомендую всем Возможно Состоится Товарищеский матч И сборная России Не в этом Так в следующем году Рекомендую туда сходить Что касается Лиги чемпионов Про Морибор я поговорил Про Лиссабон Скажу Лиссабон 2005 года Это была первая победа Российского футбола В Еврокубках В новейшей истории Ну понятно Что там Киевская Тбилисская Динамо Это были в союзные времена Здесь в 2005 году Когда мало Кто этого ожидал ЦСКА еще Когда Валерий Газаев Руководил Приехал В Лиссабон В финале Обыграл в гостях Спортинг На его стадионе Это было очень круто Но тогда Я был на той игре И это 2005 Сколько 13 лет назад Никто не мог подумать Что трое футболистов Из того же состава ЦСКА Была очень молодая команда Могут выйти Против Бенфики Ну 13 лет спустя Сергей Игнашевич Сейчас около 40 лет Братьям Березуцким 35 Но они все в строю И могут сыграть Это очень круто Это пример долголетия Это футболисты Которому можем гордиться Сергей, ну понятно Что прогноз Дело неблагодарное И все-таки По поводу Сегодняшнего матча Бенфика ЦСКА Мне бы хотелось Быть оптимистом Потому что Ну нехорошо Когда российский футбол Начинает с поражения Но игра будет очень тяжелой И я склоняюсь к тому Что Ну Будет минимальное поражение Мы как-то будем Запускать флюиды Запускать флюиды Давайте Вы будете болеть За ЦСКА Я буду таким Не могу сказать Что Пессимистом Но реалистом А потом встретимся И обговорим Ну мы и сейчас Не прощаемся Кстати У нас Сергей Егоров в гостях Друзья Мы скоро продолжим И вернемся к вам И мы продолжаем разговор Сергей Егоров Завеститель Шеф-редактор отдела футбола Издательского дома Спорт-экспресс Сегодня здесь у нас в гостях Отвечает на наши вопросы Ну по сути Просто нам рассказывает Некоторые интересные вещи И все это связано с футболом О чем мы еще не успели поговорить Мы о Лиге Чемпионов Не договорили Да Еще не договорили Ну просто так Это отдельная тема Мы чуть-чуть Затрагивали ее А сегодня Ну все же ждут Еще Еще одной игры Барселона-Ювентус Это ну вечное Такое противостояние Но очень важно Я думаю Что не только Футбольные болельщики Следили в этом году За историей перехода Неймара Из Неймара Это все следили Из Барселоны В ПСЖ Это совершенно чумовая тема Потому что Она нарушает Все какие-то принципы Экономические В футболе В футболе Есть такой финансовый Фэрплей И считается Что это справедливая игра Когда ты не можешь Тратить Ну как семейный бюджет Ты конечно можешь Занимать кредитов Но потом рано или поздно Тебе начнут Как их зовут Эти люди Которые звонят Коллекторы Да Коллекторы Значит Бог миловал Значит Так вот В роли этих коллекторов Раступает Европейский Союз футбольных ассоциаций Который говорит Что ребят Вы потратили слишком много Вы столько не заработали Но ПСЖ Французскому клубу За счет того Что у них Владельцы шейхи Удается этого регулярно Обходить За счет хитрых схем Сейчас они собрали Возможно Самую крутую команду В этой лиге чемпионов Но к Барселоне Это не относится Потому что Барселона отпустила Как раз На Эмара За 222 миллиона евро Вдумайтесь Цена Совершенно чумовая Это Самый крутой трансфер В истории Мирового футбола Сергей Слушайте А до этого А Мэйси не ушел До этого До этого Сколько была цена Самая большая Я могу вспомнить Может быть Ошибаюсь Но у меня по памяти Вспоминается только Криштиану Роналду Которая переходила Из МЮ в Реал Это было около 90 миллионов евро И Поль Пагба Который тоже переходил В Манчестер Юнайтед То есть это на 150 Практически больше Да Нормально, хорошо Да, но потом Барселона купила парня Из Баруси Дортмунд Дембеле За сумму Больше 100 миллионов евро То есть мы можем Говорить, что Русский футбол Ну Не так богат Скажем, как Европейский футбол Хорошо, что мы Хотя можем поговорить Об этом Произносить эти цифры Мы Зенит Зенит, как считается По разным оценкам Закупился Аргентинцами Русскими игроками У них около 10 приобретений На сумму 80 миллионов евро То есть Ну, можете себе Представить 222 Один игрок А здесь 80 10 футболистов Что тоже Вполне себе Деньги для обычных Людей, кстати говоря Да И Вполне себе Деньги Да И Можете себе Представить Что будет сейчас В Барселоне Все ждут Как Барса Будет справляться Без Без Неймара И Тем более Что Тем более Что такой соперник Ювентус Вторая история За которой Надо следить И я призываю Всех следить Потому что Ну, давно Спартак Не играл В Лиге Чемпионов Спартак Давно не играл В Еврокубках А когда он Выходил В квалификации То Ну, называя свои вещи Минами Это был позор Потому что В прошлом году Проиграли Кипрской команде Название Которое Никому ничего не скажет Но зато Стали чемпионами И вот сейчас Это реально Испытание Как считается Спартак Не усилился Перед этой Лиге Чемпионов Не взял Топ Футболистов Хотя Разные были И казалось Что Спартак Интересуется Всем миром А Но в итоге Не взяли Футболистов Скажем так Заметных В Европе Потратили 12 миллионов евро За Педро Рошу Бразильского Футболиста Я думаю Что многие Из тех Кто не следит Внимательно За мировым футболом Узнали эту фамилию Впервые Слушайте У нас остается Буквально минутка Может быть Мы как-то К нашим Поближе Чуть-чуть Успеем пару слов Сказать Сергей Сборной России Или это долго не было Очень интересная история Потому что Случилось Ну Можно сказать Ноу-хау Можно приводить Истории Когда Сборная России Играла с клубами Но за последние годы Это первый такой случай Играли с московским Динамо Не могу сказать Что игра была Супер напряженная Но понаблюдать За этим было Любопытно Хотя бы Главному тренеру Черчесову Который посмотрел Как он говорит Широкий круг кандидатов А мы Фактически Увидели В сборной России За Всех русских Футболистов Которые Что-то собой Представляют Был Как бы сказать Опробована технология Как Собрать Полный стадион Билеты Раздавались Бесплатно Знаете Как Иногда В метро Раздают Газеты Бесплатно Выходишь Флайеры Раздают Что-то На разные Истории Собрался полный стадион Мы выиграли 3-0 Считается Что посмотрели Множество кандидатов Но я уверен Что в октябре Когда будут Товарищеские матчи Скорей Скорей Которая уже вышла На чемпионат мира Состав будет Совершенно другой Уровень напряжения Будет другой И То что до чемпионата мира У нас осталось Ну сколько Чуть-чуть Больше полугода Я уверен Интерес к сборной Будет расти Я призываю всех Следить за Этой командой Которой мы будем жить Все следующие лет Ну естественно Будем болеть за наших Время заканчивается К сожалению Сергей Егоров был с нами Большое спасибо До встречи Ну и здесь были Влад Кутузов Валерия Майоров Услышимся Увидимся Пока-пока Всем счастливо До свидания Стране о спорте Лайф